МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Скандальные стройки ДСААФ не позволят расти ввысь. Планы предприимчивых застройщиков не одобрили ни жители, ни мэрия Волгограда. На заседании Городской Думы депутаты устроили дебаты после предложения прокуратуры подкорректировать решение об аутсорсинге. Улицу Двинскую спасли от точечного строительства прямо под окнами жилых домов. Горожане добились, чтобы земельный участок стал зеленой зоной. Мимо плана подготовки к Чемпионату мира. В скандальной истории с долгим строительством гостиницы на предмостной площади поставлена точка. Судьбу строящейся в Волгограде на предмостной площади гостиницы решили на федеральном уровне. Объект больше не участвует в программе подготовки к Чемпионату мира по футболу. Заместителем председателя правительства Виталия Мутко в Министерство спорта и Организационный комитет России 2018 направлено соответствующее распоряжение. На сегодняшний день отставание от графика строительства гостиницы составляет два месяца. Низкий темп работ зампредседатель правительства Виталий Мутко отметил во время своего декабрьского визита в Волгоград. Какой именно гостиничный объект будет включен в программу подготовки к Чемпионату мира вместо долгостроя пока неизвестно. Жаркие споры на сегодняшнем заседании Волгоградской гордумы вызвал вопросы о корректировке решения депутатов об организации аутсорсинга в детских садах. Дело в том, что прокуратура выступила против муниципально-частного партнерства при строительстве бещевлоков, а также настаивала на том, что фирмы-аутсорсеры обязаны оплачивать коммунальные ресурсы. Мы полагаем, что муниципально-частное партнерство в данном конкретном случае при организации, они неприменимы. Более того, есть статья 7, пункт 2, статья 124 ФСЗ, именно по данной сфере правоотношений, говорящая о том, что имущество, которое исключительно относится к государственному или муниципальному, не может являться объектом муниципально-частного партнерства. У прокуратуры, на мое мнение, в этом вопросе, конечно, железные аргументы. Решение нужно отклонить, представление прокуратуры принять. И у меня обращение к прокуратуре с просьбой довести данное дело до логического конца, желательно с посадкой, в том числе и отдельных депутатов. Спасибо. В результате депутаты частично согласились с претензиями надзорного органа, исключив из документа пункт о муниципально-частном партнерстве при строительстве пищеблоков, но проголосовали против дополнительной финансовой нагрузки на аутсорсеров в виде коммунальных платежей. Вместе с тем за прокурором остается право обращения в суд по оспариванию думского документа. Сегодня стало известно, что построить дом в 23 этажа вместо изначально запланированной девятиэтажки на территории, принадлежащей ДСАФ, власти Волгограда не позволят. Глава администрации города Виталий Лихачев отказал заказчику строительства в согласовании отклонения от норм правил землепользования и застройки. Напомним, жители дома по адресу Баррикадный 1, соседствующего с территории точечной застройки, активно протестовали в связи с желанием строителей увеличить высоту здания почти в три раза. Особые претензии у горожан были в адрес руководителя Волгоградского отделения ДСАФ Сергея Забеднова. Но в конечном итоге вопрос решился в пользу людей. Жители улицы Двинской также проявили активность, собрали подписи и отстояли зеленую зону рядом со своими домами. Когда они узнали, что около многоэтажек номер 8 и 10 может развернуться строительство некоего объекта, они добились того, чтобы мэрия разработала и внесла в городскую думу проект корректировки правил землепользования и застройки Волгограда. Согласно документу, назначение земельного участка площадью в 900 квадратных метров по улице Двинская 10А в центральном районе, зоны застройки многоэтажными жилыми домами меняются на зону парков и скверов. Сегодня на заседании гордумы депутат документ приняли и спасли улицу Двинскую от появления сомнительного строения. Сегодня же на заседании Волгоградской городской думы депутаты согласились на строительство третьей продольной магистрали через лесную территорию. Отныне это зона объектов автомобильного транспорта. И скоро в границах от улицы имени Неждановой до улицы 40 лет ВЛГСМ начнется строительство очень нужной Волгограду дороги регионального значения. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин